Развитие социальной сферы – одно из главных вопросов, которое было в центре уваги старшине областного выконавшего комитета Константина Сумара, подчас его рабочие поездки в Ганцевич. Кировник в области наведал широк объектов и с устроением же хорами района. Подробнее в первом материале выпуска. Первый объект, который наведал кировник в области Константин Сумар, допоможная школа-интернат, у которой сегодня выховывается 107 детей с особливостями психофизичных развития. С каждым годом колькость выхованцев школы поменьшается, поэтому сегодня разглядывается вопрос об ее перепрофилировании. Еще годы три, и его необходимо будет выражать, отзначил Константин Сумар. Затем, кировник в области наведал территориальный центр социального обслуговывания насильництва, реконструкция которого велася за кошт сроков областного бюджета. Специалисты центра отримали комфортные умовы для работы. Так само Константин Сумар побывал на станции переливания крови и наведал поликлинику. Ремонт ее наспел давно, однако в местном бюджете сроков на ГТМ не хватает, поэтому район просит за допомоги в области. Что касается медицинских учреждений, что касается дорожного строительства, что касается водоснабжения, конечно же, область будет всячески помогать этому региону, потому что есть проблемы, которые они сами не решат. Что касается тех задач, которые были поставлены перед Ганцевичем, то, конечно же, им надо серьезно подтягиваться по производству промышленной группы и по производству агропромышленных комплексов. Я думаю, что кадры здесь могут на это работать, тем более, что руководитель района, я имею в виду председателя сполкома, эти проблемы знают, много решается уже с участием, когда он пришел сюда. Я думаю, что больше будет решено. Проблем хапая, признает старшиня Ганцевицка-Гараевы-Канкам Александр Солоневич. Три городские предприемства опынулись на стадии санации, и по культ только на одном из их комбинате панельного домобудования ситуация полепшилась. Взять по ПМК-7, строительная организация, действительно, санации не удалось. Ну, наверное, нет было такой возможности, то, что наращивать темпы производства. У нас есть российский инвестор, который сможет выкупить это все единым промышленным комплексом, для того, чтобы предприятие сохранило свое направление и сохранились рабочие места. Модуль предприятия довольно-таки сложный, и здесь, конечно, необходимо принимать действительно какое-то кардинальное решение, для того, чтобы сохранить коллектив и сохранить рабочие места. Пытания проблемных предприемств, материальной базы установ, адукации, культуры и спорта, створения новых прационных мест, доброупорядкования населенных пунктов и в целом развития Брешчины были разгледжены подчас встречи старшней Абл-Ваканкама Константина Сумара с жахарами Ганцевицкого района. С проблемами люди взвертались от керовников области и подчас особистого приема. Наверное, единственный или один из единственных районов Брешчины, который не имеет ни бассейна, ни нормального стадиона. И хотелось бы попросить от себя лично, от тренерского состава школы, от населения, которое тоже задает вопросы, может как-то получится помочь нам с этими вопросами. Але большинство питаний были усе ж таки особистого характера. Я натычились приватизации жилья, продоставление льготных кредитов, были скарги на бытовые и иншие проблемы. Некоторые из них оперативно выращались одразу, иншие будут разгледжены в ближайший час. Наталья Васильевская, Людмила Салзина, Юрий Титов. Областные новины. Ганцевичи.